Вот которые щебнем уложены, они все будут под эту плитку или только здесь демонстрируют? Нет, только здесь демонстрируют. А со временем не уйдет в землю? Нет, не уйдет. Вот эта держаться никогда не будет. Нет, я скажу, что не уйдет, потому что снизу подсыпана щебень фракций сначала 40-70, 20-40 и 0-20. Ну, а у вас акт скрытых работ подписали именно на это дело? Нет. Ну, а свидетельствовали? Ну, конечно. То есть они уже подписаны, что там инженер строительного контроля определил, что вы сначала 40-70 отметки геодетические, все это проверили, да? Точно? Т.е. Степанович, я вам советую просто проверить акты скрытых работ, которые... Потому что нужно своими глазами увидеть, что там под низом. Давайте я вам покажу. Да, давайте. Атака поставила. Это 40-70. Чем расплинцовываем? Вот это 0-20. Вот дальше после этого 0-20. Да. И вот такая получается? Да. Так вы понимаете, что вот здесь отметка 0-20 должна вот практически поверхность? Ну, то есть вот этот памятник, понимаете, у нас 10 сантиметров 0-20. У нас подсыпывается вот на 0-20. Есть пирог. Есть пирог. Парик на пирог. Ну, сколько они? Нет, пирог. И вот у нас сверху прямо... Сверху на 0-20. Да, на пирог. Да, на пирог. Да, на пирог. Так, где эта дорожка? Где эта дорожка? Где грунтовая? Что здесь дорожка? С применением пищевых. Вот это здесь изменение вынесли. Даже у нас не был уплотнённый грунт и идёт сразу же 5-20. Но то, что вы говорите, что уйдёт в землю, вынесли изменения. Это 5-20. Это 5-20. То есть у нас должно было быть на земле вот о чрезках грунта. 5-20. Мы говорим сегодня. Вот смотрите. Про щебень 5-20. Я здесь фактически вижу не 5-20. 0-20. Это 0-10. 0-20. А почему здесь нет щебень? Подожди, по щебень. Дальше. 0-10 сантиметров по щ. Но это же не по щ. А что? Это по щ. Это по щ. Это по щ. А ГОС не указан, да, у нас в проекте? Да. Так, а геотекстиль под ним лежит, да? А кто убрал? Ну, есть техническое решение, да? Чем убрали? Авторским надзором? Да. А почему убрали? А я не знаю, что они там. А причина за месяц? Или какая? Ну, вот когда геотекстиль мы отсюда убираем, это значит через год оно все прорастет. Вы знаете, из-за чего геотекстиль? Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я проекте. Подожди. Подожди. У вас в Мете есть работа? Нет. Вы контракт должны выполнять в полном отделе. Правильно я понимаю? Да. Соответственно, проектный документарь. И убирать что-то или добавлять? Вот сколько можно на основании? Проектный? Ну, просто ничего. Контракт есть. Контракт есть. Полный перечень работы материалов там нет. Так? Да. А то, что не соответствует проектный контракт, да? Вы когда контракт шли, подождите, сейчас-то какие? Сейчас все по локальным локалам. Вы обязаны просто, да? То есть, перед началом контракта, по торгов заявить, все свои разногласия изучить. Проектную документацию сметную и выполнять все работы в соответствии с проектом? У нас не было разногласий, потому и мы не заявили. В ходе работы выясняется там что-то учтен, чего-то не учтен. Ну, дальше в рамках 93 статьи 44-го закона вы можете там проделать 10-ти процентов, добавлять, менять какие-то виды работы. Но, тем не менее, я вот просто говорю, вот здесь вот мне, потому что я знаю, насколько деликатная вещь потом для обслуживания вот эти грунтовые дороги. Вот если мы их делаем там не из того же щебня, ну, ПЧС, я хотел бы попросить Юрий Степанович, вы все-таки паспорта, яхты скрытых работ хотя бы на этот вид конструкции возьмите, и я могу вот, ну просто, давайте мы их просто посмотрим. Почему там одно убрали, значит, паспорт на этот же самый ПЧС. Я не вижу ПЧС. Пешение, конечно, глупое. Взять и ПЧС им засыпать. Хотя вот это вот 0,10, по-моему, лежит. Но это много 20. Сверху. Сверху много 20. Это не ПЧС. ПЧС, я, конечно... Что такое в Кэшэээ? В Кэшэээ на шебен, если нет сниз, да? Это вот это шебень, но с 20. Да. Это... Кэшэээ. ПОЧС им мне понадобится в моем городе. ПОЧС им мне понадобится в моем городе. Продолжение следует...